Выходные в Югре прошли вообще крайне спортивными. Так, в Нижневартовске состоялся турнир по чисто югорскому виду спорта, зимнему футболу. Играют в него на снегу, особенно мячом и в специальном обмундировании. На какие ухищрения идут участники соревнований, чтобы отпроситься у начальника и жены, а также для чего футболистам нужны сороконожки, узнавали сразу два моих коллеги. За год студенты Влад и Николай участвуют в десятки различных турниров, от университетских соревнований до первенств округа. Но одно состязание стоит особняком. В марте парни играют на кубок красно-белой Югры. Турнир организует фан-клуб московского «Спартака» и участвуют в нем болельщики так называемой народной команды. Поэтому на спортивной форме символика красно-белых. А кроме того, разговоры до и после матчей обязательно касаются любимого клуба. Познакомиться с другими ребятами, обсудить какие-то наболевшие вопросы о команде, составе, календаре и прочее. Если студентам приходится отпрашиваться ради турнира с занятий, то другим участникам необходимо договариваться с работодателями. И, что немаловажно, с женами. Все члены команды «Красно-белая нягонь» семейные люди. Но, как признаются поклонники «Спартака» и футбола, в семьях их увлечения, если не разделяют, то хотя бы понимают. Семья очень понимающая к этому относится. Жена у меня со мной уже более 13 лет. И поэтому она знает с момента основания нашей семьи, что «Спартак» – это вторая жизнь. Поэтому без проблем. Впереди у югорских любителей футбола еще 600 километров пути. Как говорят они сами, главное – преодолеть дорогу без травм, чтобы во всеоружии подойти к ответственным соревнованиям. Присоединимся, пожелаем им удачи, а наш микрофон выступит некой эстафетной палочкой. Тем более, что и цветами он точно такими же, как и цвета вашего любимого клуба. Хантамансийцы доехали благополучно. Впрочем, как и представители еще пяти команд, которые участвуют в турнире. Соревнования благоприятствует погода. Ни снега, ни дождя сегодня не ожидается. Так что футболисты в полной мере могут погрузиться в игру. Эти ребята развивают стереотип об агрессивности футбольных болельщиков. На поле, как и за его пределами, витает атмосфера дружбы и поддержки соперников. Несмотря на то, что Станислав Чигарев профессиональный горнолыжник, футбол в его жизни присутствовал с самого детства. Главное, уверен спортсмен, не то, как ты играешь, а то, какие эмоции ты испытываешь во время матча. Чем бы я не двигался по жизни, работа, дела, семья, я всегда уделяю время для футбола. Потому что это моя любимая игра, я люблю играть в нее. Зимой играть в футбол в минус 30, в минус 40, без разницы, нам по барабану. Во-первых, мы спортачи, во-вторых, зимний футбол – это такая неотъемлемая часть, атрибутика, скажем так, что это север, это футбол. Зимний футбол имеет ряд особенностей по сравнению с привычным летним. Первое – это, конечно, экипировка спортсменов. Обязательно утепленная форма, термобелье, гетры, шапка, перчатки. А также специальная обувь, которую сами спартаковцы называют мелкошиповка или сороконожка. Однако таковая есть не у всех, поэтому футболисты придумывают свои способы защиты от скольжения. Я, к сожалению, не успел купить специальную обувь, поэтому ноги скользят достаточно сильно. Будем знать, и к следующему сезону уже подготовимся основательно. Еще одна немаловажная деталь – мяч для зимнего футбола всегда используют оранжевый. Обычный – белый. Попросту потеряется на снегу. Играй, играй! Выйдет! Кстати, спартаковский турнир на снегу, проходящий в округе во второй раз – это некая изюминка югры. Таким образом, местные красно-белые хотят не только подчеркнуть свое географическое положение, но и выделиться среди общероссийской массы болельщиков футбольного клуба «Спартак-Москва». Наталья Дубакова, Александр Калачев, Евгений Лоскутников, Флёр Загиров, телекомпания «Югра», Ханты-Мансийск, Нижневартовск. Субтитры создавал DimaTorzok